сегодня затронем тему которую все слышали подвижность плечевого сустава все слышали но никто не знает что это такое на самом деле и как определять эту самую подвижность за все более 25 лет тренировочной практики я нигде и никогда не встречал даже похожей информации закрепощенный сустав причина большинства травм связанных с ротаторной манжетой плечевого сустава по сути манжета и является самим суставом а необходимости ее тренировки и как это делать грамотно мы с вами уже не раз обсуждали и будем еще обсуждать не будем повторяться здесь и перейдем непосредственно к тесту который наглядно покажет достаточно ли подвижен ваш сустав для относительно безопасного выполнения жимов штанги из-за головы с груди и работе в машине смита а также в тренажерах для дельт или вы должны работать исключительно на ваши дельты только с гантелями когда мы беремся за гриф штанги то создаем жесткую раму между руками и штангой которая будет диктовать траекторию движения которая в свою очередь в большинстве случаев не будет совпадать с биомеханикой самого сустава вызывая различные проблемы от легкого дискомфорта до тяжелых травм самой ротаторной манжеты тот кто этого не понимает или любители упражнения гильотина одно из самых опасных для плечевого сустава но как говорит бог безмозглых малолеток bitcoin криптовалюта вич самого эффективного для грудных мышц могут смело идти дальше мы же с вами адекватно думающие люди и понимаем что как бы не было эффективно упражнения всю его полезность сводит на нет еще больше его травмоопасность главное не путать опасность упражнения из-за безграмотной техники с опасностью от упражнения при любом его варианте исполнения тест на подвижность плечевого сустава выполняется просто встаньте спиной возле ровной и гладкой стены прижмитесь к ней пятками ягодицами плечевым корпусом и головой сохраняя это положение на протяжении всего выполнения теста затем вытяните руки в стороны так чтобы локти и кисти были также прижаты к стене опустите руки по дуге вниз затем поднимите по дуге вверх если вы спокойно выполняете это движение вверх вниз без отрыва всех указанных частей тела от стены то переходите к следующему этапу теста согните руки в локтях оставляя их прижатыми локтями и кистями к стене начните движение вверх вниз имитируя жимы если кисти и локти останутся прижатыми к стене на протяжении всей амплитуды движения и сами движения не будут вызывать ни боли и не дискомфорта это говорит о очень хорошей подвижности вашего плечевого сустава и вы можете работать над дельтами со штангой и в тренажере но если кисть или локоть либо оба отрываются от стены как вы видите у меня на левой руке где у меня травмирован сустав это говорит о закрепощенности сустава и опасности работы со штангой и в тренажере необходимо заняться улучшением подвижности сустава выполняя движения из теста как упражнения включить ваши тренировки упражнения с резиновыми жгутами и упражнения на растяжку и на укрепление ротаторной манжеты главное не перестараться и не ухудшить ситуацию не сделать сустав помимо слабо подвижного еще и нестабильным отнеситесь внимательно к своему здоровью ибо никто кроме вас самих не сделает этого тогда вы будете тренироваться и эффективно для роста силы и массы а также сохранять и даже улучшать свое здоровье обязательно поделитесь этим роликом своих соц сетях